Дебют второго поколения Дастера состоялся без малого 4 года назад. За это время такие гроссоверы успели разъехаться по всему миру. Из белых точек на карте присутствия по большому счету осталась только Россия. Между тем закамуфлированные машины уже давно катаются по Москве и Тольятти. Однако вскоре, наконец, случится долгожданная премьера новинки, которую российское подразделение французской марки только что анонсировало единственным фототизером. По предварительной информации, наша версия бестселлера внешне повторит бразильскую, что вполне логично. До этого обновления машин для Латинской Америки и Таможенного Союза проходили практически синхронно. Также известно, что адаптированная подвеска принесет почти 24 см клиренса. А вот салон шпионам подсмотреть не удалось. Есть версия, что вместо оригинального интерьера кроссовер примерит переднюю панель от Арканы. В плане техники будущий Дастер точно не будет отличаться от других кроссоверов Рено. Проще говоря, модель получит сочетание турбомотора и вариатора, а двухлитровый атмосферник и четырехступенчатый автомат уйдут на покой. Базовым останется агрегат объемом 1,6, с которым могут работать механика или вариатор. Тем более, что выпуском этих атмосферников занимается автоваз. С обоими двигателями по-прежнему будут доступны передний и полный привод. Также не секрет, что хит марки Рено наконец сможет предлагать современные опции вроде продвинутой медиасистемы, камер кругового обзора и тому подобных вещей. Все это поддерживает свежая версия вечно живой платформы B0. Дилеры ждут, что автомобиль российской сборки будет стоить дороже миллиона рублей. У нынешнего поколения только рекламная комплектация предлагается за 865 тысяч, а все остальные версии сильно дороже. Так что главная интрига — место сборки. Как стало известно телеканалу Автоплюс, упомянутый автоваз прямо сейчас заканчивает модернизацию линии B0. И тогда Дастер сможет составить компанию родственным Ларгусу, Логану и Сандеро. А в перспективе под выпуск паркетников задумывают отрядить целый завод в Тольятти, где сейчас делают бывшую Шевроле, а теперь Ладу Ниву. В этом случае московскую площадку, где нынче делают Дастеры, Каптюры и Арканы, потихоньку заморозят.